Вкуснейший, изысканный десерт без выпечки и желатина из самых доступных продуктов. Начнем с молока. Молоко наливаем в кастрюлю, желательно с толстым дном. Нам понадобится всего 1 литр молока. В молоко высыпаем сахар, немного ванильного сахара для вкуса, заранее просеянную муку и немного кукурузного крахмала. Хорошо при помощи венчика перемешиваем все ингредиенты. Вы должны размешать так, чтобы не было комочков. Это очень важно, иначе комочки останутся в готовом десерте. А это будет не очень вкусно. Вот и все. Я перемешала и теперь отправляем кастрюлю на средний огонь. Постоянно помешивая, доводим всю смесь до кипения. Обязательно не переставайте мешать, иначе смесь может неравномерно загустеть, подгореть или образуются комочки. Как только крем закипит, варим еще пару минут, интенсивно перемешивая. Масса должна хорошо загустеть. Как только получите нужную консистенцию, снимаем кастрюлю с огня. Посмотрите, какая нежная текстура должна получиться. И теперь добавляем немного сливочного масла. Если что-то пошло не так, и все же у вас образовались комочки, то на этом этапе можно воспользоваться миксером. И все хорошо взбить. Но, как видите, все отлично получается, и мне достаточно просто хорошо размешать все венчиком. Вот, в принципе, и все. Осталось разложить десерт по формочкам. В качестве формы у меня будут обычные стеклянные стаканы. Выбирайте гладкие, слегка зауженные к низу. Ничем смазывать их не нужно. Просто наполняем стаканы кремом практически до самого верха. Из указанного количества ингредиентов у меня получилось 4 стакана. Каждый стакан накрываю пищевой пленкой и отправляю в холодильник примерно на час-полтора, чтобы масса хорошо остыла и загустела. А пока подготовлю орешки. У меня арахис. Я его заранее немного поджарила в духовке. И теперь ножом нужно все хорошенько измельчить. Конечно, можно использовать любые другие орешки, которые вам больше нравятся. Или даже крошку печенья. Тоже будет очень вкусно. Крем уже хорошо застыл. Снимаем пленку. И теперь аккуратно вынимаем кремовую массу из стаканчика. Достаточно просто перевернуть, и десерт легко выйдет из формы сам. Как видите, такой десерт отлично держит свою форму и застывает без желатина и других хитростей. С помощью ножа разрезаем на половинки и украшаем бока при помощи ореховой крошки. Получится безумно вкусно. Повторяем то же самое со всеми остальными пирожными. Сверху каждое пирожное я украшаю растопленным шоколадом. Посмотрите, как аппетитно и нарядно все получается. Сверху на шоколад добавим немного кокосовой стружки. И наш десерт готов. Нежный, в меру сладкий, с потрясающей кремовой текстурой. Очень вкусный десерт получился. Рекомендую попробовать. И уже с нетерпением жду ваши отзывы в комментариях. Как вам такой вариант? Готовится все очень просто и из самых доступных продуктов. Так что советую приготовить. Вы точно не пожалеете. Всем приятного аппетита и до новых рецептов. Пока-пока.